Добрый вечер, Юрий. Вы уже познакомились с Бонней. Мы ее постараемся пристроить. Это Боня чисто мужское имя, как оно оказалось у женщин. Почему? Как у Битлз было Май Бонни? Это у вас собака, да? У меня собака Бонни. Откуда? А мне его перебросили через забор. Как это так? А вот так. Перебросили. Вам как? Я приезжаю с концерта, ночью это было. Закажу на свою часть и смотрю, стоит собака. В общем, у меня такой нет. Я думаю, что это такое? Откуда взялась? Поводок, все дела. А, с поводком прямо перебросили? Да, с поводком, с записочкой. А, с записочкой? Да. Денег не приложили на корм к записочке? Я просто знаю, что у вас же там какие-то чудо павлины, какие-то необыкновенные птицы. Ну, есть, да. Ну, это просто, понимаете, они украшают какую-то мою такую жизнь. Когда я после общения с огромным количеством людей, я имею в виду концерты, а всегда в залах там тысячи, две, три тысячи, пять тысяч народу. Вот я приезжаю домой, мне очень комфортно, понимаете, тишина, животные, класс вообще. И поэтому я получаю огромное удовольствие от общения вот с животными, это как-то успокаивает, потому что концерт всегда это, это, как бы вам сказать, такая нервная достаточно атмосфера, потому что… То есть у вас отдача идет, да? Очень сильная, да. Я после концерта очень устаю. А от них вы подзаряжаетесь? Не знаю, кто от кого подзаряжается, но во всяком случае они влияют очень положительно на меня. У меня сразу хорошее настроение бывает, знаете… Не, ну от этих-то я могу понять, а от куриц какое-то настроение? От куриц, знаете, про куриц. Куриц знаю, курицы, петушки там… Не, ну у меня курицы… Знаете, вот мы воспринимаем курицу как, как что? Как, ну, как уже такой материал для обеда. Для еды, да. Для обеда, для… А я рассматриваю их немножко по-другому. И, конечно, у меня есть некоторые образцы чрезвычайно-редкие. Вот. А они откуда берутся? Из зоомагазинов? Ну, я покупаю. А, покупаете? Не, не в магазинах. Магазин это не продается. Это… А… Это есть такие определенные люди, которые завозят их откуда-то, привозят… А, то есть это экзотика, касается… Ну, конечно, экзотика. Они очень смешные и очень чрезвычайно интересные. Вот. Я воспринимаю их не как курица, а какие-то вот… Вот как животные, которые доставляют мне радость такую. Они вообще разговаривают со мной, знаете, они бегают за мной. Я говорю, там… У меня еще галочка есть такая, и Любочка, галочка, и Любочка. Понимают язык, говорю, галочка, она бежит ко мне. А сколько они живут? Какая продолжительность? Вот трудно сказать. Они у меня уже, так, года полтора. А… Поэтому сказать, сколько они живут, не очень трудно, но посмотрим. Когда что-то… А кто вот… Вы же все время в разъездах постоянно. Кто за ними ухаживает? Нет, есть люди. Есть люди, которые общаются там, ну, которые убирают, кормят там… А я вот запутался вот в этой ситуации. Все вот эти животные в Грибово, да, а вы живете в Новопеределке? Нет, они и там, и там. А, и там, и там, да. А почему вы на два дома живете? Что это такое? Ну… Нет времени переехать. Да? А, вот поэтому… То есть в Новый дом нет времени переехать? Почему? Все время концерты, корпоративы, гастроли? Очень много концертов, очень много концертов, потом, вы знаете, причем концерты, так сказать, очень много… Я как бы живу в самолете, ну да, причем летаем по всему миру, по всему миру, очень часто в Италии, очень часто в Европе, в Америке. Это русскоязычная публика или не обязательно? Нет, нет, русскоязычная, в основном русскоязычная, ну, которая проживает там, которая просто проводит свои мероприятия, какие-то вдали от Родины, чтобы, так сказать, недремлющий глаз не увидел, что происходит и как происходит. Я в чем спросил, потому что в Италии, мне кажется, что ваши хиты, они ведь очень мелодичны, очень напоминают, на самом деле, итальянские хиты, вообще ведь гармоничный рисунок русской музыки, итальянской очень схож. Ну да. Вот, и поэтому, мне кажется, вас бы могли бы слушать в Италии тоже. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это сложный вопрос, вообще, для русского артиста работать на Западе в коммерческом проекте, это очень сложно, практически невозможно. Ну, Паргорькова же работал в Америке. Ну, Паргорькова, это исключительная история, но а где Паргорькова? Его и нету там. Ну, время было тогда, да. И очень хорошо, что его там нету, потому что Паргорьков, это замечательный музыкант, мы бы так потеряли бы Сашу Маршалла, понимаете, с которым я дружу и который мне все чрезвычайно нравится, в котором я говорю, таскать… Он вам нравится как музыкант или как человек? Знаете, вот в нем соединились все положительные качества. И человек, и музыкант. Он замечательный музыкант, певец, прекрасный, просто с удивительным тембром и, конечно, очень хороший человек. Мы с ним общаемся с радостью, можно сказать так. Чего не скажешь о других, более молодых музыкантах, которые, мне кажется, ненавеют друг друга. У нас, вот, в моей среде, вот, в моей возрастной категории, ну, может быть, чуть помоложе, у нас такого нету. У нас как-то общение очень хорошее, с Олежкой Газмановым очень приятные отношения, с Игорем Николаевым. Да я мог бы назвать там много чего. Нет, здесь же еще такой момент есть личностный. Вы ведь очень многим помогли. Вот я недавно беседовал там с Женем Аргулисом. Он рассказывал, что вы буквально в какой-то момент спасли его карьеру музыканта. У вас укупник начинал на бас-гитаре, Володим отецкий. Да, да, много. Витя Зинчук, вы знаете, я со всеми остался в очень хороших отношениях. Вот, очень уважительно отношусь к ним, и я чувствую, что они ко мне очень уважительно относятся. И поэтому, ну что, у нас у всех сложилась судьба положительного в музыкальном смысле. И Володя Матецкий прекрасно себя чувствует, хороший композитор. Аркашев Купник, прекрасный композитор там, да я бы назвал массу людей, моих друзей, мы практически очень... Посмотрите, эти очень крепкие сочинители, композиторы, но у них у всех суммарно не наберется столько шлягеров, сколько у Антона. Вы знаете, ну мы давайте не будем об этом говорить. Нет, ну а как, нет, ну это же определяется арифметически, количество прослушиваний, рейтинг, это же не то, что умозаключение каких-то музыкальных критиков. И к вопросу о молодых, вам не приходило в голову сделать, может быть, с какими-то там, не знаю, диджеями обработки ваших хитов для того, чтобы новые поколения подсадить? В голову не приходило. Это же великие вещи, на самом деле. Я должен вам сказать, что они это делали без него ведома. Ну это хорошо, а ведь это надо как-то все это взять и организовать, чтобы это было все официально. С кем-нибудь выбрать какого-нибудь такого, достаточно близкого вам по духу музыканта молодого, сделать аранжировки, совершенно такие современные, вот этих вещей всех, которые мое поколение там знает, допустим, а поколение уже вот моих детей нет. Вы понимаете, в чем дело? Время на себя не хватает. Опа, я телефон забыл выключить. Вот это я вас попросил выключить, я сам забыл. Так, извините, да. Время на себя не хватает. Я не буду говорить о том, что какие-то проекты там… Это нереально сегодня, просто нереально, потому что у меня лежит очень много музыки, которой я… Новый материал. Ну, я бы не сказал, что это совсем новый, но для вас он новый. Для меня это может быть не новый, а для вас-то он новый, вы его не слышали, значит, он и есть новый. Да, конечно. И он уже реализовать, наконец у меня заработала студия, уже все. Я все время говорил о том, что вот-вот заработает, вот я сделал студию, студия достаточно шикарная, просто, я бы сказал, такая суперпрофессиональная. Но она все время была, так сказать, в состоянии нулевой готовности, так сказать. Наконец-то она заработала, наконец-то все заиграла, там все, звук хороший. И вот сейчас, учитывая то, что у меня предстоят очень важные концерты 4-5 декабря в Кремле, это будут концерты, ну, как бы, ну, не скажу, что, а отчеты, ну, посвящены моей работе на эстраде. 50 лет на эстраде, ну, вы сами понимаете. Невероятно, да, поверить невозможно. Да-да, я сам не верю, я вспоминаю, когда я пришел в Минскую государственную филармонию, это был 63-й год, 63-й год, в конце года я пришел, так сказать, в эту филармонию, в начале 64-го года я выехал, в февраль месяц 64-го года я выехал на гастроли, а до этого уже работали мы там, где-то обкатывали, там, работали в Минске, там, в область выезжали, по Белоруссии немножко проехались, вот, уже, так сказать, а большие гастроли уже такие, знаете, ну, гастроль. Мы выехали в феврале 64-го года. Вы ведь в Белоруссии, да, начали композиторствовать? То есть вы играли уже до этого, а именно в Минске вы стали сочинять? Да-да-да, абсолютно верно. А почему? Достаточно поздно ведь начали сочинять? Ну, как, ну, обычно, прямо вот, если это и есть какая-то потребность, уже в детском, вот ему Моцарт, 5-7 лет уже что-то там. Я сочинял, прямо, можно сказать, еще из, с 50, сейчас скажу вам, 60 примерно, в первое, 63-го года, я уже в музыкальном училище учился, но это были такие работы, они просто, просто не было возможности их показать, я стал их показывать только тогда, когда, значит, возникли вокально-инструментальные ансамбли, а песни-то были написаны, и, конечно, ну, первые песни, естественно, были для меня те прекрасные, одна из первых, это был 69-й год, пью Ленинград, поющие гитары, а до этого я уже пел, я был музыкальным руководителем у такого известного певца Виктора Ваячича. А, был тогда, да. Да, я был музыкальным руководителем, руководил коллективом. А что такое музыкальный руководитель? То, что он сейчас продюсером называется? Ну, музыкальный руководитель коллектива, но я набирал музыкантов, я с ними разучивал, там, песни Виктора, репетировал с ними, ну, как бы, вот такая вот история была на сцене. И вот у него уже мы начали, там, петь, он нам дал, так сказать, возможность, там, 3-4 песни в концерте спеть, уже пошел такой рок-н-ролл, там, то-сюда, туда-сюда. Ну, собственно говоря, вот эти вот 50 лет пролетели как одно мгновение. А вот смотрите, я подумал, вы ведь родились в Ташкенте. Это за границей сейчас. Город Хлебный. Да, город Хлебный. За границей сейчас. Начали вот эту свою карьеру, там, композиторскую, музыкальную, в Белоруссии. Тоже за границей. Я к чему это? Вот пишут, там, в энциклопедиях, там, итальянский, там, американский певец-композитор. Антонов, это русский певец-композитор или советский? Вопрос такой вообще. Не, ну, мне интересно, вы как себя вот считаете? Ну, конечно, основу своей популярности и огромные тиражи пластинок, проданных, произошли во время Советского Союза, конечно. Конечно, и сейчас, как бы, это, я, как бы, ну, починаю на лаврах, что ли? Ну, не совсем, как бы. Ну, работаю, работаю. Если у вас есть новый материал, тот, который мы не слышали, значит, нет, значит, во всяком случае. Я вам скажу, я вам скажу только вещь. Вы знаете, вот все популярные песни, вот, известные, мы записывали лет, так, 30 тому назад, вот, известные, ну, вот такие все песни, народ знает, да. Это тогда было очень модно, компьютер, там, вот это вот только появились всякие ритм-машинки. Так вы знаете, я вот переписал 57 песен живыми музыкантами. Переписал 57 песен. Практически все свои шлягеры и даже не только шлягеры. Просто была такая возможность, я их записал, но и они у меня лежат в записанном виде. То есть я хочу выпустить альбомы, где будет, не будет никаких драм-машинок, там, никаких синтезаторов, будет живые гитары, вокальная группа, там, ну, все, в общем, натуральное, аналоговое. Носитель все равно не винил же будет, наверное. Это же будет цифра. И винили тоже хочу. На винили, да, будет? Да, обязательно. Ну, носитель нет, конечно. Носитель может быть, конечно, и сиди, и там, не знаю, в интернет, там, если договорюсь. Но я хочу выпустить какой-то определенный тираж на винили, обязательно. Сейчас, кстати, между прочим, молодежь начинает снова винилом тесаться. Ну, конечно. Понимают разницу. Ну, конечно, разница, да. Кстати, вот, променил сразу фирму «Мелодия», вспоминаю. Меня потряс ваш рассказ, один из ваших рассказов с моими коллегами о том, что, оказывается, в советское время на «Мелодии» уже брали взятки. Для того, чтобы записать пластинку, надо было... Ну, знаете, это нельзя назвать взяткой. Нет, ну как, ну, 200 рублей по тем временам, это зарплата очень хорошая такая, в общем-то. Ну, вы знаете, скажем так, скажем так, для чего, вот, в нынешнее время, почему дается взятка? Для того, чтобы на этой взятке заработать еще больше. Понимаете? А как можно назвать взяткой те 200 рублей, когда я за проданную пластинку, за миллион проданных пластинок получал с песни одну двадцать пятую тысячную копейки? Да какая же это взятка? Я ничего не зарабатывал. Я вот продали миллион... Как вы ничего не зарабатывали? А вот так. Вы же первый миллионер. Минуточку. Миллион пластинок продали, да? Что я получил? 300 рублей. Ну, хорошо. А отдал взятку 200. Что это за взятка такая? Нет, ну, все равно же... Да нет, это не взятка. Это просто было, знаете как... Я вам скажу так. Это было по-чистски, выглядело так. Я работал как музыкант с группами. Мы зарабатывали приличные деньги по тому времени. Приличные. По тому времени приличные. Плюс я еще был автором. Значит, мне приходило совершенно официально через ВААП, так называлась организация. Сейчас РАО называется. Авторские агентства по авторским правам, да? Да, да. Приезжали достаточно очень большая сумма, понимаете? Для того, чтобы, допустим, записать пластинку, у нас была единственная студия громзаписи фирма «Мелодия» на весь Советский Союз. На весь Советский Союз на 300 миллионов с чем-то у нас была одна профессиональная студия с двумя тонн студиями. В одной стоял один НИФ, пульт в другой студии стоял, в малой студии тоже стоял НИФ. Это были хорошие пульты, они хорошие до сих пор. Британские пульты, самые лучшие в мире. Но неважно. Представляете, какая очередь? Представляете, какая очередь? Государственная студия. У нас еще, правда, был радиокомитет, там тоже были студии, но там как бы это уже такое было, знаете, несерьезное. Несерьезное там что-то записывали. Там записывали в основном симфоническую музыку, какие-то хоры. Несерьезное, я понял. Ну, для нас нет, у нас была одна студия, это фирма «Мелодия». Все стремились туда. Ну и, конечно, хотелось поскорее выпустить свои песни. Ну, вы понимаете, худсовет состоял из членов Союза композиторов. Достаточно пожилых, но уважаемых композиторов. Очень хороших. Очень хороших. Никита Богословский. Ну, он часто приходил. Когда приходил Никита Богословский, ни один молодой композитор не приходил показывать свою музыку. Он знал, что Никита зарубит все песни. Но, тем не менее, понимаете... А почему? Не нравилась зависть или конкуренция? Я не знаю. Я не могу, так сказать, объяснить причину вот этого такого нежелания слушать молодых. Но я с огромным удовольствием должен сказать, что очень любил композитора Никита Богословского. Очень. Я вот все его песни наизусть знаю. И вообще, эти выдающиеся композиторы, там их было очень много, Риан Фрэнкель, замечательный. Кто же не знает Риан Фрэнкель, да? Марк Фрэнкель, с которым я был лично знакомый, получилось так, что он меня даже пригласил к себе домой. Да? Да, домой пригласил. Я впервые у него попробовал виски. Я даже не знал, что это за напиток виски. Вот, виски у него попробовал. Понравилось? Понравилось, да. Вот, так что, знаете, мы к ним относились совсем по-другому. Мы их очень уважали за то, что они сделали в свое время для страны. Они написали прекрасные, великие песни, которые я сегодня с большим удовольствием слушаю у себя в автомобиле. Марк Бернес, допустим, я... Вы в автомобиле слушаете Бернесы, да? Обязательно. У меня очень... Один из моих любимых певцов, Владимир Трошин. Я был с ним лично знаком, я с Бернесом был лично знаком. С, конечно же, Леносовичем Утесовым, с которым мы работали в Росконцерте. Я был молодой, он... Когда я приходил туда в Росконцерт, у него был наверху, там, на втором этаже такой зальчик там был. Они там репетировали, оркестр. Я приходил, он говорил, Юра, ну как дела? Такой пожилой, в такой мятом костюме. У него такой, наверное, на размер больше костюм, брюки. И я стоял, как ученичок, такой маленький ученичок перед глыбой. Понимаете? Глыба, стоит глыба. И, понимаете, внимал каждому слову. Вот он говорил, он говорил тихо. Он говорил так, ну знаете, вот он был точно такой же, как на экранах. Вот точно вот... И для меня это произвело потрясающее впечатление. Я был заворожен. Он как удав на кролика смотрел. Но, знаете, не в таком животном стиле, а просто... Он мэтр. Для меня он... Сейчас вы мэтр, на вас же молодые точно так же смотрят. Кстати, у нас другие сейчас отношения между людьми вообще. Да? Ну а что, вы не знали об этом? Ну, не знаю. Ну, возьмите, включите телевизор, там, место происшествия или там чего. Посмотрите. Да раньше просто об этом не рассказывали. Как люди разбираются друг с другом. На дорогах. Раньше не разбирались? А? Раньше не разбирались так? Нет. Да? Нет. Абсолютно нет. Но дело даже не в этом. Я просто говорю, что... В общем, в моей жизни мне повезло. Я был знаком с Николай Крючковым. Знаете такого артиста? Ну, как же. Конечно, конечно. И мы иногда... Я приезжал в театр-студию киноактера. Там внизу было кафе. И мы там всегда пропускали, иногда пропускали по 50-100 грамм коньячка, который очень любил. Коньячок больше, чем виски любите? Коньячок больше, чем виски любите? Да нет, я вообще сейчас, собственно говоря... Здоровый образ жизни? Практически не употребляю напитку вообще. Да и на вино, может быть, чуть-чуть там. Хорошо. Не тянет. А вот, допустим, 4-5 декабря будет грандиозный концерт. После концерта. Нет. Нет? Вот мне нет потребности? Ну, потребность такой нет. Но вот мне... Я не знаю, если я соберу там круг своих друзей небольшой. А кто в этот круг ходит? Там очень много людей, которые никакого отношения к музыке не имеют вообще. Ну, это какие-то ваши школьные там товарищи или нет? Нет, школьные нет. Я же учился совсем в другой стране. Ну, а кто это? Это какие-то партнеры по бизнесу? Ну, это какие-то... Ну, я бы не сказал. Ну, это не люди, относящиеся к музыке. Чиновники? К искусству. Ну, не совсем чиновники. Из делового мира есть у меня друзья. Есть, кстати, среди чиновников замечательные люди. Сейчас без этого никак. С которыми я очень сильно дружу. Очень сильно дружу, понимаете? Но есть музыканты. А кто из музыкантов? Ну, тот же Маргулис. А, то есть вы Женя... Саша Маршалл, а? Дружите с Женей по-прежнему, да? Да, мы очень... Да, да, я очень его уважаю. Он замечательный музыкант. Но я понял, что стресс у вас все равно снимают животные. Кстати, вот про животных. Вы знаете, мы уже финишируем, поэтому я чтобы как-то закольцевать. У Битлз на белом альбоме была такая песня «Марта Майдир». «Дорогая Марта», которую Маккарт не написал. Все гадали, кто это за Марта, а он написал про свою собаку. У него песню просто... Вот он написал как вот про девушку. А вы когда-нибудь посвящали песни животным или девушкам какими-то своими? Ну, знаете что? Я животным песни не посвящал, а вот девушкам... А девушкам это тоже животное. А, ну, знаете как, скажем так, что посвятил девушке не столько я, а сколько автор текста, поэт Леонид Фадеев. Ну, известная песня «Анастасия». В моей жизни у меня не было знакомых, таких близких Анастасии. Но как-то мы с ним познакомились в ресторане «Дома кино», в ресторане «Дома композиторов». Это была первая песня, которую я с ним написал. Впоследствии было много песен. Но первая песня была именно «Анастасия». Вот он мне дал текст в ресторане. Я почитал, говорю, хорошо. Но через несколько дней написал. То есть ни одной из ваших трех жен вы песни не посвящали? Вы уже все знаете о моей личной жене. Вы великий человек, про вас вообще знать. Что было, то прошло. Вы посмотрите, что происходит. Как только не откроешь интернет, развод. Тот развелся, тот развелся, этот развелся. Какие люди, известны на весь мир. Этот развелся. Вот сейчас Ричард Гир развелся, такая красавица жена. Я не понимаю. И говорят, что он развелся из-за религии. Что он там буддист. А что он 11 лет думал. Я даже не буду спрашивать, из-за чего вы развелись. Потому что это не тема нашего разговора. Тема нашего разговора 4-5 декабря. Да. Вот, я лично для себя свою задачу ставлю, чтобы мы Боню пристроили. До 4-5 декабря такой я поставил себе Дэд Лайд. Боню хорошая. Вот. И я обязательно приду и буду получать удовольствие. Приходите на консервы. А вы к нам тоже почаще приходите, потому что мы о многом не успели поговорить. И это не жены. Я обещаю вам, что это не жены. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok